Дорогие друзья и коллеги! Наконец-то выходит долгожданный документально-публицистический фильм «Рэквим по мечтам», в работе над которым принимали участие не только Продор Медиа, Росиподром и телеканал «Конный мир», но и большое количество профессионалов коннозаводства и конного спорта. После завершения съемок появилась идея чаще встречаться, чтобы сверять часы, обмениваться опытом и согласовывать свои действия. Первая встреча участника фильма состоялась на Центральном московском ипподроме и стала своего рода послесловием к фильму. А может быть, прологом будущих перемен? Итак, мы все посмотрели фильм, и у всех у нас возникло огромное количество эмоций и желания что-то дополнить. И постараться от каждого добавить еще какую-то идею или эмоцию для того, чтобы начать какое-то поступательное движение вперед по сравнению с тем, на чем мы поставили точку последним кадрам фильма. Ну, я с большим удовольствием посмотрел фильм. Признаюсь, не ожидал, что он произведет у меня такое впечатление. Ну, вот этот фильм для меня лично был как бальзам на душу. Название фильма – это и есть выражение всех моих чувств. Это, так сказать, то, с чем я пришел к сегодняшнему дню. Реквием по мечте. В целом, фильм, конечно, шикарный. Тем не менее, фильм шикарный. Я его сам смотрел три раза, один раз полностью, две части. Для меня, конечно, этот фильм был таким откровением. Просто грандиозно. И фильм оставляет очень глубокое впечатление. Интересно смотреть не просто конникам, но и обычным людям. Тем, что это очень важно, которые не имеют к конному спорту никакого отношения. Все равно посмотреть будет очень интересно. Вот этот фильм, он как раз нас объединил. И самое вот в этом фильме, что я увидел, это то, что на сегодняшний день вообще-то уже преследуется и не поощряется. Это интеллект. И он действительно может быть именно стать тем локомотивом, который сдвинет все наши проблемы, которые мы прекрасно знаем, и которые, если 10 раз будем собираться, то же самое будем говорить. Он сдвинет с мертвой точки. Мне понравилось то, что качественно снято. Исторические кадры там есть. А с точки зрения исторической, да, мне интересно. Я, конечно, знал о своем дядюшке Павле Павловичу. Я даже лично знал его брата, который приезжал к нам, когда я был мальчиком в Нью-Йорке. Так что мне была и эта сторона интересна. Ну, я хотела сказать, что очень фильм значимый, и к нему не хватает одного практической программы. Но мало проблем обозначить, надо еще и их принять тем, кто эти проблемы создает. И откуда они растут. И вот что делать? Надо признать о том, какие ошибки каждый из нас совершает. И тогда, я думаю, мы найдем общий взгляд на многие вещи. Того, чего не хватает в отрасли. Я предлагаю тем, кто готов помянуть Александра Ивановича Блинова. Его сегодня нет с нами, хотя он такой же участник фильма, как и мы все. Светлый человек, великий мастер, великий спортсмен. Потрясающий мужик. Потрясающий. С большой буквы. Я думаю, что мы постепенно должны прийти к тому, что нам нужно объединяться. Пока мы живем каждый в своем заводе, в своей конечнице и все. Но нам нужно объединяться. Вместе мы с Ивановым. Потому что люди по каким-то причинам, может быть, менталитет, может быть, еще какие-то внутренние вопросы, не могут объединиться и решить элементарные вопросы. Конечно, кони-заводчики должны сотрудничать со спортсменами. Проблема-то, конечно, глубокая. Но надо находить, собираться и находить какие-то общие решения. Потому что, действительно, все мы варимся в своем соку, все мы создаем себе трудности усиленные, преодолеваем. Но когда ты видишь, что ты не один такой вот одержимый, что ты, оказывается, есть такие же рядом с тобой. Для того, чтобы нам что-то у нас получилось, это абсолютно точно мы можем сделать. Нам, во-первых, надо объединяться. И, во-вторых, объединившись, разрабатывать такие правила, которые будут устраивать всех, которые принесут пользу, которые будут приносить прогресс. И мы только сами можем это сделать. Потому что люди из администрации, из правительства, они не знают, что нам надо. Они не знают нашу специфику. А вот такой вот клуб, вот такой вот стол может работать гораздо эффективней, лучше. И потому что здесь сидят люди, которые с полуслова друг друга понимают. Этот фильм сегодняшнего дня и, может быть, даже и завтрашнего дня, его в срочном порядке надо организовать широкий показ в узких группах. Причем узкими группами я называю правительство Российской Федерации, Министерство финансов, Минэкономразвитие, Министерство сельского хозяйства, Государственная дума, Совет Федерации и обязательно в администрации президента Российской Федерации. А после этого фильма все эти болячки и все наши предложения уже в писанном виде точно так же ими предложить. Вот тогда уже будет действительно какая-то реальная, ну, по моему мнению, реальная польза от этого фильма. И вы знаете, вот на всех этих ведомствах написан один слоган. Оставь надежду всяк сюда входящий. Знаете, я развиваюсь больше 20 лет в конозаводстве, с нуля, без всяких спонсоров. Мне не нужно никакое министерство и ведомство. Чем дальше они будут держаться, тем мне будет легче. Я, откровенно говоря, не верю в какие-то дары сверху, которые вот кто-то придет и нам все решит и все сделает. Все придется делать нам самим. Спасение у топорщих, это точно сегодня прозвучало по руках самих у топорщих. Вы сами должны себя за уши тащить. Потом это обязательно до сплавы. Собственно, о чем мы все сейчас говорили? О том, что кто должен решать наши проблемы? Да мы сами, да. А как мы сами в меру своих компетенций решаем проблемы делать то, что мы делать в силах, в ресурсах наших, и делать то, что мы должны делать, да? Три-четыре. Работаем! Работаем! Редактор субтитров А.Семкин